Всем привет! В последнее время у меня на канале было достаточно много влогов, в которых фигурировал Никита. И я решила, что пора бы вас немножко ближе познакомить. И когда мы думали, что лучше сделать, то первое, что пришло в голову, это бойфин-тяг. Поэтому сейчас мы его и собираемся делать. Готов? Но тем не менее мы его сделаем. Итак, я в интернете нашла какие-то вопросы. Их тут аж 30 штук. Предлагаю по очереди отвечать на них. Да? Давай. Первое отвечу я. А не на английском? Да, не на английском. Но я их сразу буду переводить. Так, где вы познакомились? Ну, если я отвечаю на первое, познакомились мы в интернете. Тогда, когда еще было популярно MyCQ, я сидела в MyCQ в Аське. И Никита меня там нашел. Ну, в общем-то, завязался разговор. Ну, сначала, в общем-то, долгое время мы общались в интернете. Потом долгое время мы, типа, дружили. Вот. Ну, в общем-то, да. Старым дедовским способом познакомились. Ну, тогда не было ни контактов, ни фейсбука. Да, ни контакта, ни фейсбука тогда не было. Вот в Аське все зависали. Все модные зависали в Аське, в общем-то. Где было ваше первое свидание? Именно свидание? Ну, вот именно свидание я не помню. А вот, ну, давай, ладно, первая встреча. Первая встреча была, есть такое в городе, в нашем городе, заведение Блюз. В городе Ровно, это не в Одессе. Мы еще тогда жили в Ровно, это западная Украина. Да. Такое заведение Блюз, оно было, в принципе, неплохим. Оно, наверное, было самое лучшее на то время заведение в Ровно. Куда можно было сходить, посидеть, как бы в такой приятной атмосфере. Ну, я хотел впечатлить тебя тоже, ну, понятно. Куда же без этого. Ну, да. Так, третий вопрос. Какое было ваше первое впечатление? Мое первое впечатление... Да, я, я, я отвечаю. Мое первое впечатление... Вообще это очень смешно, потому что мы с тобой долгое время переписывались, но это я не считаю первым впечатлением. А вот именно когда увиделись, мы договорились встретиться возле банка в центре города. И банк это не какое-то там место встречи, то есть перепутать с кем-то другим было невозможно, потому что там вообще никогда никого нет возле этого банка. Ну, в общем-то, тогда я еще ехала на троллейбусе на эту встречу, и когда я ехала мимо этого банка, я прям проезжала мимо этого банка, то я смотрю, стоит такое чудо замерзшее, тогда была зима, куча снега, он стоит, руками, руки вот так вот греет. Я это запомнила, но всю жизнь. И я подумала, боже, какой милый. Конечно. Стоит там, что-то греется, меня ждет. Вот, и да, вот это мое было самое первое впечатление. Как потом оказалось, ты пришел, потому что на 20 минут раньше, и что такое. Ну да, фишка моя, пунктуальность. Да, это такая излишняя пунктуальность, когда приходит на полчаса раньше. Да, в общем-то, и он там замерз, потому что я всегда прихожу вовремя. А он приходит намного раньше, поэтому он уже замерз конкретно, пока меня ждал. Ну, вот такое было мое первое впечатление. Да. Тебе вопрос. Когда вы познакомились с родителями? С твоими. Ну да, ну ты это не со своими, же что? Ну, это было месяца... Ой. Ну через сколько вот? Ну, по-моему, три месяца, нет? Может, меньше. А когда ты познакомилась? Ты не помнишь? С твоей мамой? Да. Ну, я думаю, это три месяца, не меньше. Мы уже как бы виделись с тобой. Мы сначала познакомились с моими родителями, я тебя познакомила. Ну да, сначала с твоими. Я вообще с твоими познакомилась, когда ты заболел. Да, это я тоже помню. А вот именно с твоей мамой это было три месяца, по-моему, да. Не на дне рождения моего? Нет? Нет, кажется... Ну, короче, это уже стерлась с историей, видимо. Так, ладно, мне вопрос. Есть ли у тебя какие-то странности? Если да, то какие? О, у тебя странностей хватает. Это про меня вопрос? Нет, это мне вопрос про тебя, про странности. А, по-моему, это было мне. Хорошо, ну давай. Вот. Самая главная твоя странность, это... Как это называется? OCD. Obsessive Compulsive Addison. Я вообще... Обсессивно-конкурсивное расстройство. Не надо. Это когда всё должно быть чётко вот только так, как вот... Вот никак по-другому. Вот, например, на столе рабочем всё разложено прям сантиметр к сантиметру, чтобы не дай бог, там, мне что-то взять, подвинуть. Он даже не разрешает мне пыль вытирать на столе, потому что... Я просто люблю вот чистоту и минимализм. Это, наверное, моя фишка. Это... Ну, это, кстати, касается только сугубо его вещей. То есть те, которые как бы общего пользования, там такого нет. А вот что касается конкретно его там рабочего стола или машины тоже. Не дай бог там что-нибудь сделать не то. Ну, не знаю. Я не считаю это плохим качеством, конечно. Ну, это странно. Можешь рассказать про мою странность, если знаешь. Но я вообще не странный человек. Про твою странность. Есть у меня какие-то странные... Нет, я никогда об этом не задумывался. Наверное, это тоже один из плюсов, как бы... И не задумывайся. Следующий вопрос. Ну, давай. Как долго вы уже вместе? Это мне. Да. Девять лет. Девять лет было недавно, да. Недавно отпраздновали девятую годовщину. Четыре из них мы практически уже живем вместе. Да. Ну, уже три с половиной есть. В сентябре четыре года, как мы уже живем вместе. Так. Дальше вопрос мне. У вас есть какие-то традиции... Ну, да. У вас есть какие-то традиции вместе, совместные? Традиции? Ну, какие у нас есть традиции? В последнее время у нас традиция каждую пятницу куда-то выбираться. Ну, это нельзя назвать сильно прям традицией. Ну, мы... Мне кажется, наша традиция, это, собственно, есть такое понятие, как, типа, день нашей встречи, ну, вот, девятнадцатая, да? Мы всегда... И мы всегда, практически все время, вот, сколько мы вместе встречаемся, до недавнего времени, правда, мы уже перестали, да, так делать. Но каждый месяц отмечали практически наше девятнадцатое число. Это мы первый год отмечали только, мне кажется. Ну, и каждую годовщину, там, каждый год тоже. Ну, короче, до года, да, мы каждый месяц отмечали, потом после года, мне кажется, мы тоже какое-то время каждый месяц отмечали. И сейчас вообще, вот, любое девятнадцатое число, это какое-то вот, все равно, оно имеет какое-то магическое... магическое значение в наших отношениях. Ну, да, поэтому, всегда, как бы, помнится об этом, это число, как бы, всегда держишь в голове. Какое было... какое было ваше первое путешествие? А я знаю, я знаю, я знаю. Вспоминай, вспоминай. Первое путешествие. По-моему, это было именно путешествие, не путешествие, но мы, по-моему, в Луцке ездили вместе. Нет, это все фигня. Не то? Нет. Практически сразу, вот, когда мы начали встречаться, и весной мы поехали в Польшу, помнишь? А, ну, точно. Да, это было наше первое путешествие. Тогда это мы ездили через мой институт. Мой институт организовывал всякие такие, как бы, экскурсионно-обучающие такие, как бы, программы, потому что я вообще по специальности филолог английского и польского языка, это два языка, которых я знаю, из зарубежной литературы. И, в общем-то, мой институт организовывал постоянно такие, всякие, как бы, поездки. И в одну из этих поездок я спросила, могу ли я взять какого-то, как бы, левого человека, потому что он вообще не из моего института был. И мне разрешили, и вот мы поехали вместе. Самый такой филолог по-польскому, помню. Вот и в Польше больше всех, но я на польском разговаривал. А как ты, пшепроша, пшепроша, я говорю, пшепраша, не пшепроша. Ну я стеснялась, мне тогда еще польский не очень хорошо знала. И я ему скажу, он говорит, как надо сказать вот какую-то фразу, я ему говорю, он идет, за него никаких комплексов нет, он у всех спрашивает, что-то неправильно, правильно. А у меня был серьезный такой барьер языковой. Ну не знаю, сейчас будет, не будет, надо будет проверить как-нибудь. Сейчас уже языковой был барьер, точно. В смысле? Ну после стольки лет, наверное. А, ну да, сейчас я уже польский так конкретно подзабыла, но когда-то могла очень свободно даже на нем разговаривать. Это был тебе вопрос или мне? Это был, да, сейчас мне, да? Ой, да. Что было первое, что я про тебя, ну как бы о тебе заметила. В тебе заметила, может быть. Ну мне показалось сразу, я сразу поняла, что ты очень такой сильно воспитанный, культурный, добрый, такой как бы, ну не похожий на всех остальных, потому что в основном все мальчишки твоего возраста были такие больше на понтах, типа там у них какие-то были. Ну мы начали встречаться, ему было 17 лет, а мне 19, поэтому как бы вообще с такого возраста совсем зеленого мы еще вместе. Вот, поэтому в 17 лет, там даже в 19 все в основном такие очень, типа, крутые, там какие-то фишки, там у них, они там с другими пацанами, там что-то у них там какие-то свои, это вот, да. А ты такой был немного отстраненный от этого всего, и это мне к тебе как раз-таки очень понравилось. Так, какой мой любимый ресторан? В Одессе или вообще за всю нашу, как бы, историю? Ну давай в Одессе, наверное. В Одессе это, я думаю, название, давно не было. Какой? Я сама даже что-то не знаю. А, знаю. Вот этот, тут же он на греческой находится. На греческой? Ну там как заходишь в арку, помнишь? Мы еще с мамой туда ходили. Фратели? Кажется, да. Кажется, Фратели называется. Ну я бы не сказала, что это мой любимый ресторан. Ну, вообще, как бы, ты любишь билбар. Ну да. Билбар, наверное, один из самых наших, вообще, любимых и самых таких ресторанов, куда мы ходим довольно часто. Ну да, там вкусно мясо готовят, там всякие стейки, всякие, таким ням-ням-ням-ням. Ну, Фратели, именно это... Во Фратели самый крутой десерт, вообще-то. Ну, Фратели, если так просматривать его, то есть он уровнем, ну, намного повыше, чем тот же билбар. Ну, билбар, да, это такое, как бы, ну, среднее такое, наверное, на классы, а Фратели это уже такое более высокого класса, и мне там вот десерт очень понравился. Шоколадный фондан там вообще просто можно с руками съесть, очень-очень вкусно. Вот, если будете в Одессе, захотите какой-то вкусный именно десерт, то вот на шоколадный фондан во Фратели вполне можно пойти. А вот именно покушать, ну, я бы не сказала, что там как-то вот особенно вкусно, вот как-то... Мне кажется, есть... Я не запомнила там еду вот как-то по-особенному. О чём вы чаще всего спорите? Последнее время, наверное, о вождении. Да. Это самая... Личная тема. Личная тема, потому что у нас немножко отличается стиль вождения, и каждый из нас считает, что он водит лучше или водит более правильно, или там как-то... В общем, короче, это у нас споры постоянные в последнее время. Одно из самых последних, как там правильно на кругу, как ехать на кругу, потому что у нас есть круг такой очень большой на Толбухино, там столько съездов. Вот мы давай вниз спросим. Вот, ребята, есть такой круг, большущий круг Толбухино, Люздорская дорога, да? И... Там очень много съездов, там, по-моему, шесть съездов. Значит, самый важный вопрос. Сколько полос на самом кругу? Напишите в комментариях. Пять. Там пять полос, потому что четыре идёт сразу на это вот, на космонавта Комарова, четыре полосы идёт. И одна идёт ещё внутренняя по кругу дальше. Ладно. Я не хочу краснеть, но... Короче, ладно. Если вы за 10, то, в общем-то, напишите, потому что каждый раз, когда мы едем по Толбухино, я говорю, ты едешь неправильно. Нет, я еду правильно. Нет, ты едешь неправильно. Ну, короче. Ладно. Мы эту тему ставим. Краснеть не хочется. Может, тут я права? Посмотрим. Так. Дальше. Кто главный в отношениях? Ну, типа, по-английски тут, who wears the pants in the relationship? Я думаю, у нас, как бы, всё построено. Это не вопрос. Да. Вот. С моей точки зрения, это не совсем прям к нам относятся, так как у нас нет такого чёткого какого-то лидерства у кого-то. Мы всегда в зависимости от жизненной ситуации, как бы, да, то есть кто-то когда-то в чём-то более уверен. Поэтому второй следует. И наоборот. Да, я в этом полностью согласна. Следующий вопрос, наверное, ко мне. Если ты сидишь перед телевизором, то что ты смотришь? Какой вопрос. Ты смотришь документалки или какой-то очередной дурацкий сериал про будущее? Ну, я любитель фантастики. Ничего в этом такого нет. Да, любитель дурацких сериалов про будущее. Что это ты смотрел последнее? Про политику? Нет, про политику это ещё нормальный сериал. А вот до этого был дурацкий про этот. Сотня хороший сериал. Нет, не этот. Вот про этих пришельцев какой-то вообще придурочный сериал. Что там Fall in Skies. А, Рухнувшие небеса. Ох. Хороший сериал. Мне нравится. Так, ладно. Давай, тебе вопрос. Какую одну еду, ну или там какую-то из еды что-то я вообще не люблю? Чернослив. Терпеть его не могу, не просто не люблю. Я не переношу ни запах, ни вкус, ни вид. Вообще, мне всё раздражает в черносливе. При этом я его просто обожаю. Ну, ты его не ешь, потому что я его не ешь. Да. Да. Она его не покупает просто. Да. Так. Следующий вопрос мне. Какой, ну, какой напиток ты заказываешь, когда мы идём куда-то в какое-то заведение? Это очень лёгкий вопрос. Пиво. Других напитков он никогда практически не заказывает. Дальше тебе вопрос. Какой у меня размер лобби? Тридцать девятый. О. А я думала, попался. А мы недавно на боулинг ходили, я просто помню. Вот недавно. Девять лет уже вместе, мы недавно ходили на боулинг, и ты узнал, какой у меня размер лобби. Офигеть. Ну, я как бы забываю время-времени. Так. Следующий вопрос мне. Какой твой любимый сэндвич? Ну, с мясом. Какой-то американский вопрос. Ну, да, это американский тэп. Ну, сэндвич, ну, вот эти всякие бургеры. Мне очень понравилось, мы недавно практиковали новый завтрак. Вот. Это, получается, значит, тостовый клем. На него намазывается сверху... Нет, кладется лист... Жареное яйцо. Вот такой вот. Вот такой вот бутерброд. Крутой. Но очень неудобный. Очень неудобный. Ну, его напряжно готовить, потому что все эти компоненты, пока их слепишь, и, короче, это много времени занимает. Мы так поигрались, и пока надоело, в общем-то. Дальше вопрос тебе. А какой у меня есть талант? Талант? Ну, ты хороший оратор. Да. Что еще? Ну, в общем, талантов много, наверное. Так много еще даже нет, но придумать нельзя, да? Ну, у тебя хорошее хобби, как бы, этот YouTube, это твоя фишка, это, собственно, это у тебя хорошо получается. Спасибо. Ну, ладно, давай дальше. Следующий вопрос для меня, чтобы ты мог есть каждый день, если бы не надоело. Я думаю, макароны с сосисками и саджикой. Ну, еще можно баланьеза, наверное. Ну, это сложнее готовить. Ну, если выбирать. Ну, да. Наверное, баланьеза, да. Или, может, сосиски с макаронами, да. Так что, да, если выбирать между этим, то макароны с сосисками и саджиками. Каждый божий день. Ну, ты непремередливый, в общем-то, в этом плане. Так, ладно, вопрос для тебя. Какой мой любимый, как это, хлопья? Ну, это американский трек, я хлопья вообще не ем, давай пропустим. Следующий вопрос. Я не понял, что это фитнес, фитнес как-то. Ну, я все равно не могу сказать, что я их люблю. Ну, да, вот эти фитнес хлопья. Ладно, будем читать, что ты на него ответила. Следующий вопрос для меня тогда. Какая моя любимая музыка, твоя любимая музыка? Ну, сейчас тебе Лаунда Де Рей нравится. Ну, не совсем. Но ты ее каждый день слушаешь? Нет. Каждый день ты ее слушаешь? Как может не совсем нравится то, что ты слушаешь каждый день? Я как-то такой этап в жизни начался, когда ты начинаешь слушать, ну, экспериментировать с музыкой. Ну да, у тебя есть такое. То есть ты не привязываешься к какому-то конкретному исполнителю, а все время как-то вот что-то ищешь новое. Там или из фильма где-то услышал какую-то там песню, понравилось, скачал альбом, начинаешь это слушать. Главное, чтобы это работать, не техно, я дискотечную музыку тоже не очень люблю, поэтому это что-то такое роковое. Альтернативный рок или что-то такое немножко неформатное? Да, такой инди-рок тоже, ну что-то такое. Так, твоя любимая спортивная команда, это вообще к нам не относится, потому что ни ты, ни я вообще спорт не смотрим. Так, дальше вопрос для тебя, какой у меня цвет глаз? Только попробуй не ответить. Ну, зеленый. Ну да. Зеленый и такой даже немножко с короблением неон-желтого. Да. Да. Дальше следующий вопрос мне. Что в тебе есть такого, что я бы хотела, чтобы пить не делал? Не делал? Мне бы хотелось, чтобы свет не учился выключать. И еще, и еще, и еще, и еще меньше критиковал меня, когда я за рулем. Я и так стараюсь. А что? Старайся больше. Но парни поймут, что это не так. Меня имели, но парни меня поймут. А меня девушки поймут, когда едешь, причем нормально едешь. Я заехала за перекресток, ну для того, что там, короче, как это сказать, такая слепая зона. И я заехала чуть-чуть дальше, чтобы увидеть с правой стороны есть вообще машины, нет. А вот как ехать? Остановилась. Этот сидит. Стоп-линия была два метра назад. Это надо будет вырезать. Нет. Это вот как раз мы оставим. Я краснел потом? Ну вот красней, будешь меньше меня критиковать. Поэтому, в общем-то, да, вот по этому поводу мы спорим постоянно. Так, дальше, вопрос мне, да, нет, это тебе следующий вопрос. Откуда я родом? Ну, с этого, с Измаила. Да, родилась в Измаиле, до 9 лет прожила в Измаиле, а потом уехала на западную Украину в Паратрон. Так, какой торт ты бы хотел на свой день рождения? Какой торт ты бы хотел? Это тебе вопрос? Нет, это мне вопрос. Блин, какой бы торт? Ну, ты не особо вообще любитель тортов. Я думаю, ты бы торт себе не хотел на день рождения. Я вот шашлыков хотел бы, наверное, такой торт. Ну да. Ну, что-то такое, зачем? Ну, торты Никита вообще особо не ест. Он, если два раза там вилкой колокнет его, то это уже... Нет, вообще, как бы мой любимый Наполеон торт. А, да. Если он вкусный и свежий, там, ну вот, мой любимый, но... Никто ты его много не ешь. Да, я его никогда не могу скушать. Да. Дальше следующий вопрос тебе. Играю ли я, ну, как это сказать, занимаюсь ли я каким-либо спортом? Вот так вот. Ну, вот сейчас у тебя началась такая волна как бы спорта, такого увлечения спортом. А вообще, как бы все этапами и волнами, поэтому... Ну да, ну, сейчас я... Да, сейчас я бегаю. К нам присоединился сосед с дрелью, так что, если вы вдруг это слышите, то не обращайте внимания. Так, следующий вопрос... Какой? Мне, да? Что... Что ты можешь делать часами? Ты можешь часами смотреть документальные передачи. Копаться в компах. Можешь часами просто там всякие сайты смотреть, там что-то ковырять, там какие-то вдохновления как бы. Вообще Никита вот дизайнер, поэтому как бы он очень часто ковыряет какие-то сайты ради вдохновления. Там может какие-то цветовые палитры смотреть или там вообще... Ну, вот что-то вот такого вот плана. И да, это очень много можно этим заниматься. И последний вопрос тебе. Если бы я могла жить где угодно, где бы я жила? Где угодно? В Лос-Анджелесе. Ну, не обязательно в Лос-Анджелесе, но где-то в Калифорнии, наверное. Я бы на Финджер жил. Далеко мы друг от друга. Ну, идти на Финджер. А я поеду в Калифорнию, там где всегда тепло и вообще комфортно. Ну, вот и все. Надеюсь, что вам понравился наш тег. Если у вас остались какие-то еще вопросы или просто комментарии, обязательно оставляйте их внизу. Нам будет очень интересно их почитать. Поддержите Никиту. Он первый раз в кадре именно в таком полноценном видео. Вот. Поэтому очень сильно переживал по этому поводу. Сэмми тут уже сходит с ума, потому что ему пора гулять. Чем, собственно, мы сейчас и будем заниматься. Поэтому до встречи в новых видео. Пока. Все, пока. Пока. Так что да, я тоже считаю, что у нас нет, наверное, такого какого-то главного. Хватит! Иди спать! Надоел! Иди спать! Подожди! Все еще заметили, что у нас равноправие? Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Это сказки, ребята. Ты сегодня будешь наказан! Hello. Ultimately.